Дарья Самородова В преддверии Дня Учителя в Городском Доме Культуры прошел праздничный концерт. На нем вручили почетные награды. В прошедший выходной полсотни лабытанцев решили начать свой день с прогулки. В рамках Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Взрослые дети прошагали одной колонной по улицам города. Фестиваль талантов «Даешь молодежь» впервые состоялся в поселке Харп. Он дал возможность подросткам и молодежи рассказать широкой аудитории о своих успехах в творчестве и обучиться новому. В детской школе искусств прошел всеобщий музыкальный диктант. Это добровольная и бесплатная просветительская акция для всех желающих. В Лабытнанге показали спектакль нового формата. В год семьи молодежный центр совместно с туменским режиссером смогли реализовать проект «Моя театральная семья». Спортивными выдались выходные в Лабытнанге. Жажда победы, азарта и адреналин не покидали участников фестиваля по биатлону все два дня. В преддверии Дня учителя в городском Доме культуры прошел праздничный концерт. На нем вручили почетные награды преподавателям школ, детских садов и педагогам дополнительного образования. Подробности в следующем репортаже. С приближающимся днем учителя поздравляли приглашенные гости и творческие коллективы городского Дома культуры. Театральные постановки, песни и танцевальные номера дарили в этот день уважаемым педагогам. Поблагодарила всех учителей за успехи в профессиональной деятельности глава города Марина Трескова. Вы в своей профессии определили свою судьбу. Она выбрана по призванию. Она выбрана не случайно. Она требует от вас каждый раз колоссального самосовершенствования. Она требует от вас очень больших эмоциональных и душевных затрат. Но радует то, что в награду за все ваши усилия мы видим возросшее количество детей, которые оканчивают четверти и года со званием «Отличника». Благодарности губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа удостоена Ирина Байло, учитель начальных классов школы номер 8. Из рук главы города она получает заслуженную награду. Очень рада. Получаем заслуженные награды. Поздравляем всех педагогов с наступающим праздником. Хочется пожелать хороших учеников, благодарных родителей, много творческих успехов и побед. Ну, конечно, здоровья. В этом году Ирина Байло отмечает 30-летний юбилей профессиональной деятельности и выпускает 4-й кадетский класс на следующую ступень образования. Цель Ирины Николаевны – привить детям любовь к знаниям и самостоятельности. Она хочет, чтобы ученики на протяжении 11 классов росли в дружбе и взаимопонимании. Она всегда поймет, что всегда расскажет, объяснит, разъяснит, что и какие ошибки. И никогда сильно не ругает. Она может хорошо объяснить. Если ты не понял тему, то можешь подойти, она объяснит тебе ее заново, и ты можешь понять. Она как учитель добрый, тоже как педагог со стажем. Школьная жизнь нравится тем, что мы постоянно ходим на какие-то праздники, постоянно нас водят, допустим, в музей, в библиотеку. Здесь тоже устраивают концерты, мы постоянно учим песни, на них выступаем. В школу мы бежим, и на уроках мы не спим. Любимые учителя берут штурвал без знания. На празднике, посвященном Дню Учителя, присутствовали педагоги-ветераны. В знак благодарности за многолетний опыт работы зал стоя поздравил ветеранов заслуженными аплодисментами. Я начинала с заведующей библиотеки в прогимназии, а затем перешла уже в Центр детского творчества, где отработала. В общей сложности педагогической работы 25 лет у меня. До этого я геологом работала 20 лет, педагогом творческого вдохновения, чтобы с детьми было всегда абсолютное взаимопонимание. Это самое главное в работе учителя. Весомые награды от Министерства просвещения, нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» вручили учителю начальных классов школы номер 3 и заместителю заведующего по научно-методической работе детского сада «Едейка». Я работаю с 88-го года, поработала здесь за 34 года в трех замечательнейших коллективах. Это детский сад «Ромашка», который еще был от лесобазы, затем управление образованием. Вот сейчас самый замечательный коллектив – это сказка «Катюша» и «Едейка». Наверное, мне повезло, потому что все коллективы, они были коллективами единомышленников, я их всегда расценивала как учебу. Очень, конечно, приятно, очень замечательно, очень значимо и вообще вот просто переполняет эмоции. Все слова благодарности в этот день звучат в адрес учителей. Для них и песни, и танцы, и подарки. Десятки лет своей жизни они посвящают детям. За свой профессионализм получают заслуженные награды и признание за многолетний труд. Анастасия Шиповцова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В прошедший выходной полсотни лабытнанцев решили начать свой день с прогулки. Местом встречи горожан стал стадион «Арктика». В рамках всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни» взрослые и дети прошагали одной колонной по улицам города. К маршруту здоровья присоединился и наш коллектив лабытнанского телевидения. Несмотря на пасмурную погоду, любители здорового образа жизни собрались все вместе, чтобы принять участие в акции. 10 тысяч шагов – именно столько рекомендуется проходить ежедневно, чтобы быть здоровым. А ходьба, как известно, это самый доступный вид передвижения для каждого из нас. Поэтому простым движением в ходьбе укрепляется сердечно-сосудистая система, а также мышцы рук, ног, плечевой пояс. Поэтому вперед к здоровому образу жизни. К маршруту здоровья присоединились целыми семьями и трудовыми коллективами. Большим удовольствием в акции приняли участие и дети. Они, как и полагается, берут пример со взрослых и тоже учатся здоровым и полезным привычкам. Настроение отличное, позитивное. Сегодня я пришла со своими новыми учениками. Сама уже второй раз иду в такой акции. Ходить надо каждый день, чего мы редко очень делаем. Но мы вот все вышли сделать первый шаг к здоровью. Важность ходьбы в здоровье. Это самое главное, что здоровье должно быть. Утренний флешмол прошел в рамках нацпроекта «Демография». Его главная цель – напомнить жителям о важности физической активности. Движение «Та жизнь» и прогулки пешком – очень простой и эффективный способ к оздоровлению и хорошему настроению. В который раз всероссийская акция «10 тысяч шагов» объединила жителей нашего города. В этот раз присоединились и мы. Карина Чербакова, Григорий Волков. Ямал присоединился к московскому проекту по использованию сервисов искусственного интеллекта. Благодаря столичной платформе «Хаб Телемед» нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациента. К пилотному проекту уже присоединилось пять ямальских больниц. В скором времени подключатся и все остальные медучреждения округа. В Москве более двух лет искусственный интеллект помогает врачам в анализе лучевых снимков. На сегодня алгоритмы обработали уже больше 7 миллионов исследований по 15 различным направлениям. Нейросети помогают врачам находить на компьютерной томографии признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы, грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, а также патологии легких, рака молочной железы и плоскостопия. Фестиваль талантов «Даешь молодежь» впервые состоялся в поселке Харп. Очевидно, поэтому событие прошло в тесном кругу. Но организаторы уверены, что со временем фестиваль наберет популярность, и у него обязательно появятся свои поклонники и постоянные участники. Задача фестиваля – дать возможность подросткам и молодежи рассказать широкой аудитории о своих успехах в творчестве и обучиться новому. Работа фестиваля в Харпе развернулась на нескольких площадках. На первой организовали работу многочисленных мастер-классов. Ребята могли научиться плетению феничек, рисованию, организации фотозоны в домашних условиях и т.д. Участие только по желанию и по интересам. Концерт, который начался сразу после работы обучающих площадок, стал сюрпризом для местной молодежи. Приглашенные гости фестиваля – музыкальная группа «Ледоколы» из окружной столицы. Представили ряд популярных композиций. Это был целый час живой музыки, но на этом приятные сюрпризы не закончились. Фестиваль продолжила дискотека в центре досуга. Соответствующую атмосферу создавал диджей из Лабытнанги. 2 октября в детской школе искусств прошел всеобщий музыкальный диктант. Это добровольная, бесплатная просветительская акция для всех желающих. Проверить свою музыкальную грамотность решили 20 участников. Как новички, так и профессионалы своего дела. Это неразвлекательная программа «Угадай мелодию», как может показаться на первый взгляд. Без музыкальных знаний здесь точно не обойтись. Первые два проигрывания являются у нас ознакомительными. После второго проигрывания мы с вами обсудим тональность, размер, то есть все, что там у нас может быть, самые основные моменты. Участники пишут диктанты разного уровня сложности, поэтому их распределили по четырем аудиториям. Здесь есть как любители, так и профессионалы своего дела. Но, несмотря на это, правила для всех едины. Знатоки музыки несколько раз прослушивают отрывок, который исполняет опытный педагог. А после уже на слух записывают нотами услышанный материал. Участники максимально сосредоточены. Важно не пропустить ни одного звука, ни одной паузы. К числу профессионалов подключилась Елена Микрюкова, преподаватель детской школы искусств по классу фортепиано. Честно говоря, я диктанты не писала очень давно. Раз в год их пишу на этих акциях. Поэтому мне для того, чтобы не волноваться и чувствовать себя более уверенно, пришлось подготовиться. Я сегодня утром написала 10 диктантов. Не знаю, конечно, как-то помогло мне это или нет, но, по крайней мере, я себя более уверенно чувствовала сегодня. Самый маленький участник музыкального праздника – десятилетний Степан Самылкин. Мальчик уже несколько лет посещает детскую школу искусств. Играет на разных музыкальных инструментах. Поэтому диктант написал без особого труда. Хотя были и сложности. Ноты легкие. Я за один раз еще написал все ноты. Все остальное было самое сложное. Длительность самая сложная для меня. А вот ноты – легко. У меня абсолютный слух. Среди участников как новички, так и опытные знатоки музыки. Многие повышают свою музыкальную грамотность уже не один год, традиционно участвуя в просветительских акциях. В этом году я писала ритмический диктант, а в том году писала музыкальный. И поэтому сейчас мне, получается, было немножко легче. А почему? Потому что в музыкальном диктанте нужно помимо ритма писать еще и мелодию. А в ритмическом только ритм. Разные эмоции у всех, у кого-то очень легко показалось. Сказал, на следующий год уже придет. Кто-то сказал, сложно, хотя были в одной группе. То есть каждый ребенок был по своим способностям, по своему умению собраться, сконцентрироваться, ну и получить удовольствие от написания этого диктанта. 35 минут понадобилось знатокам музыки, чтобы справиться с заданиями. По окончанию всем участникам вручили дипломы. Те, кто написал без ошибок, получат статус отличника. В ближайшее время им достанутся специальные сертификаты. Рай Ермолаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В Лабытнанге показали спектакль нового формата. В год семьи молодежный центр совместно с тюменским режиссером смогли реализовать проект «Моя театральная семья». На сцене участники клуба «7 плюс я» выступили перед зрителями с рассказами о своей собственной жизни. На протяжении трех недель участники клуба «Молодых семей» готовили выступление. Спектакль, который они сегодня покажут на сцене, основан на технологии сторителлинга. Это искусство, рассказывать истории из жизни, присваивая сюжет и превращая его в свое собственное творчество. Я вообще хочу, чтобы хоть один день ничего не делать. А может быть я хочу стать певицей, может актрисой, кабарет. На сцене непрофессиональные актеры, а живущие в Лабытнанге учителя, журналисты, офисные работники, мамы в декрете. Каждая здесь исполняет главную роль. Ольга Шамко рассказывает свою собственную историю из жизни, которая так знакома многим. В череде серых будней она крутится, как белка в колесе, и порой забывает о себе, о своих желаниях и потребностях. Ольга признается, подобные выступления – это обновление себя. Два дня, наверное, мы активно делали различные какие-то тренинги у нас проходили. И знаете, я выходила как будто от психотерапевта. Потому что идешь, он раз переключал тебя, раз на свою историю, ты смотрел с другой стороны. Ну это кайфово. Я благодарна безмерно этому опыту. На сцене минимум декораций, костюмов и грима. В стори-тейлинге главную роль играет текст. У многодетной мамы Анастасии Ведергольд импульсом для разговора со зрителем стала история ее переезда в другой регион. Далеко от близких и друзей, много переживаний и стрессов. Свои чувства она выразила с помощью стихотворения Цветаевой. Нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты дали, нас расклеили, распаяли. Расстояние, две руки развели, распяну. Выходя к зрителям, актер пропускает через себя историю, наделяя ее своей интонацией и превращая свои ценности в живые образы. Например, образ Лилии Романовой начинается с распускающегося цветка. Давняя мечта Елены Казаковой сбылась. Выйти на сцену и выступить перед зрителями оказалось не так уж и страшно. Для меня самое тяжелое было просто выйти на сцену и начать говорить на публику. Это реально страшно для меня было. И я поборола, я пошла туда, где страшно. Ну и еще я маме подарю какой-то подарок за это красивое выступление. Это обязательно, да. На протяжении месяца с начинающими актерами работал режиссер из Тюмени Андрей Голубенко. Он помог молодежному центру реализовать проект «Моя театральная семья». Его можно показывать и в Лабытнанге, и в Салихарде. Я буду с ними как-то связываться, может, в зуме, потому что сейчас график такой очень плотный. Я думаю, его можно показывать, его можно доращивать. То есть это такая конструкция, которую можно доращивать. Да придумывать, да уточнять. Единственное, чтобы они сами захотели, главное желание. А если, как говорил мой мастер, если сильно захотеть, можно в космос улететь. Спортивными выдались выходные в Лабытнанге. Жажда победы, азарт и адреналин не покидали участников фестиваля по биатлону все два дня. В субботу на стадионе «Арктика» юные спортсмены боролись за призы чемпионки мира и Европы Юлии Макаровой. В воскресенье эстафету приняли семейные команды. За упорной борьбой взрослых и детей следила наша съемочная группа. С места события репортаж Светланы Кель. Биатлон – спорт молодых и перспективных, готовых идти вперед. Недостижимых вершин не бывает, но они покоряются лишь упорством и трудолюбием. Яркий тому пример – наша землячка-биатлонистка с мировым именем Юлия Макарова. С ее легкой руки в Лабытнанге зародился фестиваль по биатлону. Участников пятого юбилейного слета поприветствовала глава города. Я пожелаю всем участникам сегодня силы и, самое главное, победы над собой. Вот это самая главная победа. Верьте в себя и все у вас получится. Первыми проверку на выносливость и меткость прошли спортсмены 13-14 лет. Через каждые 300 метров, а это два круга, огневой рубеж. Навыки стрельбы. Ребятам проявить нужно было из положения лежа и стоя. К спортсменам помладше и требования полегче. Вне зависимости от возраста на дистанции каждый пытался выложиться на все 100. Лабытнанский биатлон – доступный и массовый спорт. Профессионалам примкнули любители. На дистанцию вышли 47 семейных команд. Мы объединили два таких мероприятия – спортивные и семейные. Потому что все начинается с семьи. Вся закладка фундамента здорового образа жизни идет от семьи. И это меня бы все, наверное, радует, что мы смогли это реализовать. Ребят, наверное, с какими эмоциями, с какими ожиданиями сегодня вы ходите на линию старта? Ой, эмоции прям аж переполняются. И ожидаем, наверное, первое место, как и все ожидают. Ну, к этому мы будем стремиться, конечно же, обязательно. У меня просто отличное настроение. Я прям хочу участвовать, несмотря на то, что займу какое-то место, не знаю. Я просто хочу участвовать. Как тренировочный процесс у вас проходил? Да, в принципе, все нормально. Позавчера перестрелялись, побегали, привыкли. Юля, вот, красиво Юлию. Нам помогла правильно ноги расположить, правильно пристреляться. И как бы все получилось с первого раза. Идея сделать биатлон доступным, а самое главное – семейным видом спорта, принадлежит лабытнанской лыжнице Ирине Мячиной. Ее инициатива стала возможностью для взрослых и детей проявить на дистанции силу командного духа. Конечно, не думала, что такой масштаб будет. Очень нравится то, что знают и подходят теперь ко мне, реально говорят спасибо, то, что это классно, эмоции получают. Круто! Я рад, что я первый бегу, то, что это уже не первые мои соревнования, вроде четвертые или пятые, и мы, может, выиграем первое место. Участники семейного фестиваля далеко не спортсмены. Одним легче давалась беговая дистанция – 400 метров взрослые, 250 – дети, другим – огневой рубеж. За каждый промах – штрафной круг. Так или иначе, на финише родители встречали как настоящих героев. Дистанция, в принципе, тяжеловата с непривычки. А так здорово. Пробежали первыми, простреляли без штрафных кругов. Нормально, нравится. Все-таки перед собой, наверное, главную цель сегодняшнего дня – ставить какую? Ну, чтобы детям понравилось. Азарт. Во-первых. Во-вторых, мы совершенствуемся. Потому что и у нас есть этот прогресс. Я надеюсь, что сегодня мы его еще улучшим. Просто зарядиться позитивной энергией, подышать свежим воздухом и выйти с семьей на такое замечательное мероприятие. Дистанция несложная. Тем более такое настроение хорошее, столько людей. Праздник – ура! Семейный праздник спорта в год семьи – двойной ура. Упорная борьба за победные кубки – удел настоящих спортсменов. Для семейных команд наивысшей наградой стала возможность провести этот выходной день вместе. С пользой для души и тела. Светлана Кель, Сергей Антропов, Николай Снегир. Программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbt-tv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!